Около двух миллионов рублей. По информации Spark Interfax, такова сумма убытков, которые только за прошлый год понесла компания Ольги Бузовой по производству одежды. В 2016-м было чуть лучше, миллион восемьсот. Тоже, впрочем, немало. Цифры только что всплыли, ну а вывод тут напрашивается вполне однозначный. Хоть Бузовой числится в списке Forbes с доходом, ну, без малого четыре миллиона долларов, с фэшн-бизнесом у неё пока не ладится. Не помогает даже персональная реклама в Инстаграм. В комментариях возмущается, как это, три тысячи рублей за самую обыкновенную футболку. Но, впрочем, эта реклама ещё, ладно, куда более, вернее, больнее по имиджу и репутации поп-дивы может ударить другая, нашумевшая история. Активно пиарила розыгрыш нового Мерседеса и попросила блогеров разных истовых категорий выступить спонсорами в обмен на резкий приток подписчиков. В итоге фолловеров особо не прибавилось. Сама Ольга Бузова загадочно молчит, ну а блогеры собираются дойти до суда, стали жертвами аферы. По этому поводу сегодня прошла пресс-конференция. О чём говорили, узнаем у Евгения Нипота. Евгений, приветствую. Добрый вечер. Ну так что, Бузовой можно предъявить за соучастие в мошеннической схеме, например? Ну история, конечно, странная, но представители певицы, так называемые певицы, открещиваются и говорят, что она рекламировала Мерседес не глядя. Вечером деньги, утром подписчики, услышав о том, что Ольга Бузова проводит свой ГИФ, иначе говоря, розыгрыш приза, толпы обделённых людским вниманием блогеров поспешили отдать свои деньги организаторам акции. После начала ГИФа, через 20 минут, мой администратор начал скидывать мне фейковые странички, то есть боты. То есть с первых секунд начали к нам приходить только боты. Это афроамериканцы. Вместо реальных людей страницы спонсоров запланили легионы мёртвых душ. Такие подписчики сродни яду, которая отравляет неокрепшие аккаунты. На массовый приход ботов администрация Инстаграма реагирует жёстко. Грозит тем, что аккаунт падает посещаемость, падает статистика. Соответственно, ну, грубо говоря, все деньги, которые были вложены в аккаунт, в продвижение, в рекламу и прочее, становятся нулевыми. То есть аккаунт можно, грубо говоря, выкинуть на помойку. Больше сотни обманутых спонсоров, которые, по некоторым данным, платили от 50 до 150 тысяч рублей за то, чтобы быть причастными к этому ГИУ, теперь хотят подавать в суд на Ольгу Бузова. Вот только проблема в том, что никаких договоров наивные спонсоры не заключали. А формулировки в предоставленных им документах были уж очень расплывчатые. И такая практика, говорят участники индустрии, типична для всего инстаграм-рынка. Сейчас в интернете и в инстаграме 90-е, да, такие-то, что все там туда закинули денег, сюда закинули денег. Вот, а нету никаких правил. Все это совершенно не регулируется. Интересно, что себя представители Бузовой ответственность снимают. Мол, к организаторам звезда не имеет никакого отношения. Хотя вот фотография гениальных комбинаторов вместе с Ольгой у злополучной Мерседеса. Мы же не обещали ничего людям. Это обещали организаторы. Ольга должна была разместить один пост, один сториз. Потом по просьбе организаторов она разместила еще один пост и выполнила свои условия. Сейчас обманутые инстаграм-пайщики собирают материалы для обращения в суд. Пострадавшие даже заручились поддержкой знаменитых адвокатов. Мошенничество обладает очень четкими признаками. Рассказывается история, даются обещания. Под эти обещания получаются деньги, собираются деньги. И потом, соответственно, обещание не выполняется, деньги не возвращаются. Как бы налицо все признаки состава преступления по 159, очень модной статье в нашей стране, которая называется «Мошенничество». Кстати, страничка розыгрыша, ссылка на которую была в профиле Бузовой, уже заблокирована. В защиту певицы уже выступила гвардия ее поклонников. Далеко не белая и совсем не пушистая. В мой адрес начали поступать огромное количество угроз от фанатов Ольги Бузовой. Мне начали желать смерти, говорить, что мне нужно сгодеть в костре, чтобы я убиралась из России только потому, что я не фанатка Ольги Бузовой. Для самой Ольги рекламировать сомнительные предприятия не впервой. Вот она продвигает в массы идеи компании Кэшбери, которую Центробанк считает финансовой пирамидой. Я посетила крупное событие в Москве и узнала, что на биржу вышла новая криптомонета – Кэшбери Коэн. У меня полный восторг, как много людей осознанно сами делают свой выбор в пользу крипты. Так что были бы у заказчика деньги, а пропиарить Ольга Бузова будет готова, судя по всему, что угодно и кого угодно. Ведь она не в ответе за то, что ей поручили рекламировать. Евгений Нипот о блогерах против Бузовой. Редактор субтитров А.Семкин